Ассалам алейкум! В эфире телеканал ННТ новости Дагестана в студии Карим Даниф и в начале коротко о главном. Более 2,5 миллиардов рублей на капитальный ремонт школ. Именно столько правительство региона выделит на работы 140 образовательных учреждений региона в следующем году. 340 уголовных дел за незаконные врезки. О результатах рейдовых проверок газовиков с начала года расскажем через минуту. Еще одна акция поддержки военнослужащих. Каспийск отправил в зону специальной военной операции 10 тонн гуманитарного груза. В Дагестане почтили память погибших полицейских. Сегодня в республике, как и по всей стране, вспоминают сотрудников органов внутренних дел, которые пожертвовали своей жизнью ради мира и спокойствия. Торжественная церемония возложения цветов к памятнику воину-освободителю прошла в Махачкале. Почтить память полицейских пришли представители власти, военнослужащие, родственники и друзья погибших. И к другим новостям. Капитальный ремонт более 140 школ проведут в 2023 году в Дагестане. Об этом стало известно на совещании правительства региона. Объем финансирования предстоящих работ составляет более 2,5 миллиардов рублей. Было поручение главы республики для выявления потребности в дополнительном объеме работ, неучтенном изначально при составлении сметной документации, представит министерство дополнительно проведенный дефект на акты и сметные расчеты на капремонт. По результатам проведенного анализа выявлено, что общая потребность финансирования дополнительных мероприятий по капиталу ремонта составляет порядка 1,5 миллиарда рублей 71 общеобразовательной организации 25 муниципалитетов. По 36 образовательным организациям, которые прошли по дополнительному отбору, распределение субсидий будет осуществляться в ходе формирования проекта федерального бюджета на 2023 год и на плановый период 2024-2025. На повестку был вынесен вопрос и о проведении капитального ремонта в многоквартирных домах. До конца текущего года на 100 таких объектах планируют завершить работы. Была затронута тема собираемости взносов собственников на капитальный ремонт. Статистика неутешительна. Так, в 16 районах республики сборы составляют 0%. По состоянию на 1 января 2022 года размер накопления задолженности по взносам на капитальный ремонт в республике составил 2,4 миллиарда рублей. При этом сами муниципальные образования допускают задолженности в объеме более 13 миллионов рублей. Основной причиной роста накопленной задолженности по взносам на капитальный ремонт в республике является отсутствие сведений о правообладателях в ЕГРН помещениях, что не позволяет охватить таких должников престизионной рисковой работы и обеспечить взыскание задолженности в судебном порядке. С начала этого года в столице Дагестана возбуждено 340 уголовных дел за незаконное подключение к газовым сетям. Об этом сообщает Газпром Межрегионгаз Махачкала. Незаконные врезки многоквартирных домов к голубому топливу специалисты ведомства выявили в ходе плановых проверок. Выяснилось, что объекты не имели разрешительных документов на газификацию, а жильцы – лицевых счетов для оплаты услуг. По итогам рейдов от системы отключены 27 многоквартирных домов, из них 10 домов отсоединены за два месяца дважды. Очередная партия гуманитарной помощи отправлена из Каспийска для участников специальной военной операции, а также граждан освобожденных территорий. Организаторами сбора являются местное отделение партии «Единая Россия» и городские меценаты. В зону проведения специальной военной операции направлено 10 тонн полезного груза, а именно квадрокоптеры, термобелье, зимняя экипировка, консервированные продукты, фрукты, урбеч, крупы и многое другое. По словам организаторов, данный список был собран по пожеланиям военнослужащих. Наша армия наших ребят всем, что нужно, обеспечивает. Это просто частичка нашей помощи нашим друзьям, которые находятся на фронте, чтобы они знали, понимали, что они не одни, что мы вместе, что есть люди, которые их ждут, люди, которые их поддерживают. Мы болеем за них душой и, конечно же, ждем их живыми и здоровыми. Слова благодарности тем простым гражданам, которые откликнулись на этот призыв представителям бизнеса, представителям депутатского корпуса, в первую очередь города Каспийска, которые представляют партию «Единая Россия», которые активно участвуют в оказании помощи нашим военнослужащим и гражданам освобожденных территорий. Большое вам спасибо. За последние два года Дагестан закупил почти 700 единиц медицинского оборудования. Больше половины из них уже доставлены в фельдшерско-акушерские пункты. Об этом сообщила министр здравоохранения республики Татьяна Беляева на встрече с журналистами. Более 300 единиц медицинского оборудования было закуплено в прошлом году, более 379 единиц закуплено в этом году. И на сегодня 375 единиц уже поставлено медицинского оборудования в первичное звено. Это и фитальные мониторы, это и оборудование, это и ЭКГ-аппараты. Причем ЭКГ-аппараты с возможностью передачи через интернет, снятой кардиограммы для интерпретации. И следующий этап, помимо оборудования, это оснащение дополнительно санитарным автотранспортом. Чем он отличается от машинской помощи? Санитарный автотранспорт предназначен для транспортировки пациентов в медицинское учреждение, для транспортировки врача к пациенту, а также для перевозки биологических жидкостей, то есть для лаборатории, может быть, это анализы, которые собраны, отвезти в лабораторию. Таких единиц автотранспорта в этом году мы получили 91. И они все были направлены именно в первичное звено, в города и районы. Кроме того, для ФАПов приобретено около 200 санитарных автотранспортов. Всего в рамках капитального ремонта фельдшерско-акушерских пунктов в этом году завершены работы на 30 объектах. Еще столько же находится на стадии завершения. Салман Дадаев вручил муфтию республики шейху Ахмаду Хаджи Абдулаеву диплом и удостоверение почетного гражданина Махачкалы. Мэр столицы рассказал на встрече, что все депутаты горсобрания на минувшей сессии стоя проголосовали за присвоение муфтию звания. Все знают, какая огромная помощь от вас идет в вопросах развития города, в вопросах нравственного воспитания махачкалинцев, ориентирования их. И в любой из сельских вопросов тоже большое спасибо за это. То, что несмотря на выполненную огромную работу в сфере религии и богословия, вы еще и светским нашим вопросам тоже внимание уделяете. Муфтий Дагестан отметил, что такая награда – знак проявления уважения, а взаимная работа во благо людей только скрепляет общество. В любом случае от этого вы ничего не потеряли, я ничего не приобрел. Мы такими же мусульманами, такими же гражданами остаемся. Но, тем не менее, когда мы друг другу оказываем уважение, все равно же общество этим, я считаю, станет крепче. Конечно. Сплоченность будет больше. Уважение, когда мы показываем другим, за этим же молодое поколение будет следовать. Теперь к новостям спорта. 77 медалей разной пробы – таков итог выступления дагестанцев на 13-м объединенном чемпионате мира по ММА. Турнир с участием более 300 бойцов из 19 стран проходил в Москве. За награды боролись спортсмены в возрасте от 7 лет. Сильнейшего выявляли в четырех версиях смешанных боевых искусств. Спортсмены Дагестана под руководством Бадави Гасанова выиграли 63 золотые, 12 серебряных и две бронзовые медали. Этот результат помог сборной России занять первое место в общем зачете, опередив команды Ирана и Армении. Свой вклад в успех внесли также подопечные тренеров Зайналбека Зайналбекова, Эйнара Экберова, Гирея Пашаева, Расула Алиева, Арсена Рамазанова, Рустама Абдулаева и Магомеда Магомедова. Бою быть! Поединок звезд российского ММА Магомеда Исмаилова и Александра Шлеменко пройдет в декабре. Точную дату Лига РСС объявит в ближайшие дни. Встреча средневесов в августе срывалась из-за состояния здоровья Исмаилова. Идет выбор даты – либо 2 декабря, либо 3 декабря. Бой по правилам ММА пройдет в Екатеринбурге и будет состоять из пяти раундов, сообщает Матч ТВ со ссылкой на свои источники. Это были все новости на сегодня. До скорых встреч в эфире.